икра это вкусный и полезный продукт который для большинства людей является символом богатства и роскоши ни один новый год не может обойтись без бутербродов с красной икрой покупают ее и на другие праздники неудивительно ведь икра может превратить даже обычный ужин в настоящее торжество впрочем этот продукт появляется на столах россиян довольно редко стоит икра дорого а выбрать ее непросто какую предпочесть в стекле или в жести горбуша кижуч или кето неопытные кулинары могут попасть в просак и сделать неправильный выбор а это не только деньги на ветер но испорченное настроение привет вы на канале кулинарный топ и эта подборка 10 самых вкусных видов красной икры в мире номер 10 на развес есть ли риск при покупке развесной икры по этому вопросу не существует единого мнения многие не решатся на такую покупку и отчасти они будут правы нет никаких гарантий что в продукт не попали болезнетворные бактерии неизвестно также были ли соблюдены условия хранения и кто является производителем товара не стоит забывать и о преимуществах развесной икры покупатель может не только рассмотреть ее но и попробовать таким образом риск купить некачественный товар значительно снижается на развес продают икру всех лососевых рыб но лучше покупать ее в специализированных магазинах они на рынках зорные икры должны быть чистыми с небольшой точкой посередине белый налет большое количество соли могут указывать на то что икра испортилась номер 9 в жестяных баночках оказывается привычная для большинства россиян жестяная баночка это не лучший вариант в такую тару помещают консервированную икру а она считается второсортной раздавленные зерна и непривлекательный внешний вид это не самое худшее зачастую в жестяные банки упаковывают продукт который начал портиться предварительно сдобрив его хорошей порцией консервантов к тому же при хранении должен соблюдаться определенный температурный режим лучше не рисковать и не покупать товар который вы даже не сможете рассмотреть если другого варианта нет тогда выбирайте проверенного производителя номер 8 стеклянных баночках самая оптимальная тара это стекло вкусовые качества икры сохраняются гораздо дольше а также она более удобна для розничных покупателей можно детально рассмотреть продукт и даже проверить его подлинность на глаз хорошая икра при переворачивании банки не будет стекать на крышку есть возможность увидеть лопнувшие икринки или посторонние предметы опять же за такую упаковку придется доплачивать икра в стеклянной банке стоит на порядок выше чем развесная или в жести номер 7 форель самая мелкая икра зернышки по размеру достигают 2 3 миллиметра они упругие и липкие а цвет варьируется от ярко-красного до темно-желтого оболочка икринки средней жесткости продукт имеет горьковатый привкус эта икра пользуется большой популярностью у покупателей она давно уже не является дефицитом так как благодаря искусственному разведению форели получила массовое распространение икра слишком соленая на вкус поэтому ее применяют для украшения бутербродов канапе и салатов она прекрасно сочетается с сыром или сливками и станет прекрасным дополнением для многих блюд номер 6 нерка икра нерки по внешнему виду напоминает икру форели ее зернышки немного покрупнее и окрашены в более насыщенный красный цвет у нее очень своеобразный вкус который оценит только опытные любители икры через месяц после вылова она начинает немного горчить но этот привкус легкий не навязчивый к сожалению попробовать этот продукт смогут не все в продаже его можно встретить не часто а стоимость далеко не бюджетная номер 5 сема редкий и дорогостоящий продукт икринки окрашены в ярко-оранжевый цвет диаметр достигает 6 миллиметров на вкус мягкая и приятная похоже на икру нерки но в данном случае горчинка отсутствует крупная нежная такой продукт будет украшением любого стола если у вас появится возможность попробовать икру семы обязательно это сделайте номер четыре кижуч характерные особенности икры кижуча темно-красный цвет и пикантный горьковатый вкус икринки упругие небольшие их диаметр не превышает 4 миллиметров это рыба не добывается в промышленных масштабах она считается ценной икра стоит дорого и в обычном супермаркете ее точно не купить икра кижуча занимает лидирующую позицию по питательным свойствам в ней содержится большое количество витаминов и минералов но не каждому она придется по вкусу так как обладает горьковатым острым привкусом номер 3 горбуша это самая продаваемая икра горбуша является самой распространенной рыбой дальневосточного побережья не зря ее называют рекордсменом рыбного промысла сложно найти человека который не пробовал эту икру зернышки круглые блестящие в диаметре достигают от 3 до 5 миллиметров окрашены в ярко-оранжевый цвет у икры горбуши приятный вкус он универсален специфические привкусы отсутствуют при выборе икры следует обратить внимание на размер икринок если они очень крупные значит икра перезрела это продукт низкого качества лучше воздержаться от покупки номер 2 кита это истинный эталон вкуса и крокеты считается деликатесом так как обладает уникальными свойствами она словно тает во рту оболочка икринок очень тонкая лопается даже при легком нажатии внешний вид зернышек вызывает аппетит они крупные до 7 миллиметров ярко-оранжевого цвета с красноватым оттенком икра не пахнет рыбой не горчит ее нежный вкус нравится многим продукт часто используют для украшения блюд в начале 20 века и крокеты носила статус царской в то время она была основой российского икорного экспорта номер один чивыча самая редкая икра чивыч или королевский лосось является самым крупным представителем семейства лососевых вот только попробовать продукт вряд ли удастся рыба занесена в красную книгу камчатского края но в некоторых местностях ее вылов разрешен в любом случае ее цена довольно высокая счастливчики которые попробовали икру чивыча говорят что она того стоит она имеет нежный вкус с легкой горчинкой икринки радуют глаз они крупные легко отделяются друг от друга не слипаются окрашены в насыщенный оранжевый цвет не важно какой икре вы отдаете предпочтение все виды обладают полезными свойствами и не превзойденным уникальным вкусом это питательный продукт поэтому увлекаться не стоит безопасная доза 5 чайных ложек за один прием пищи а какая ваша самая любимая икра делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить очередную порцию интересных подборок из мира кулинарии а я прощаюсь с вами до следующего видео всем спасибо всем пока